Давайте поговорим о базе данных Redis, с помощью которой мы и будем осуществлять обмен сообщениями между нашим сервером, написанным на Laravel, и нашими клиентами, подключенными к серверу веб-сокетов. База данных Redis снабжена такой системой обмена сообщениями как подписчик-издатель, позволяющая одним клиентам базы слушать пробрасываемые события других клиентов базы. На нашем примере издателем у нас будет являться наш сервер Laravel, а подписчиком будет являться наш сервер веб-сокетов, который в дальнейшем будет отправлять соответствующие уведомления клиентам. Для того, чтобы нам реализовать такую систему, нам необходимо поставить соответствующие библиотеки, как со стороны PHP, так и со стороны Node.js. Для PHP нам необходима библиотека Redis. Переходим к нашей виртуальной машине и выполняем команду Composer Require. После успешной установки соответствующей библиотеки, мне необходимо расширить коллекцию библиотек NPM. NPM, Install, а библиотека для Node.js звучит как IO Redis. Необходимые библиотеки установлены как со стороны PHP, так и со стороны Node.js. И теперь мне необходимо понять логику работы данного взаимодействия. После установки необходимых библиотек наступает момент конфигурации нашего Laravel приложения. И тут стоит сделать небольшое отступление и поговорить о самом процессе бродкаста. Он разбивается в фреймворке на три этапа. Это конфигурация приложения, это организация специфичных событий и это запуск в очереди для обработки данного типа событий. Итак, давайте поговорим о процессе конфигурации. Стоит сказать, что мы уже половину пути здесь прошли, установив необходимую библиотеку. Здесь нам необходимо отредактировать только сам файл Broadcasting, где необходимо установить драйвер в качестве значения переменной среды BroadcastDriver. В нашем случае это будет драйвер Redis. Теперь давайте поговорим о событиях типа Broadcast. Они отличаются от остальных событий наличием такого контракта, как ShootBroadcast, который необходимо реализовать в виде специального метода BroadcastOn, который в своей сути должен возвращать список каналов вещания данного события. Итак, давайте создадим простое событие. MakeEvent. TestEvent. Далее укажем, что наше событие будет предназначаться для транслирования. По своей сути, подобного рода события служат для транслирования данных между издателем и подписчиком. Так, например, если я хочу, чтобы мой подписчик получил набор данных, содержащий элемент Time, мне необходимо в моем классе явно указать открытые свойства Time. Public Time. И, например, в конструкторе я хочу установить данные свойства. MicroTime. Данные Broadcast событий будут состоять исключительно из набора открытых свойств экземпляров класса. Но если вы хотите иметь более управляемый список данных, то вам необходимо воспользоваться дополнительным методом, который называется BroadcastWith, который должен возвращать как раз набор подготовленных данных. Как уже было сказано ранее, в метод Broadcast, он должен возвращать список каналов, которым необходима трансляция данного события. Я хочу, чтобы этот канал был в единственном числе и назывался Service. При такой организации моего события клиенту необходимо будет подписаться на канал Service, а название события будет являться названием самого класса. Согласитесь, такое наименование не очень понятно и приятно для клиента. Для того, чтобы переопределить название транслируемого Broadcast события, существует дополнительный метод, который называется BroadcastAsPublicFunction, BroadcastAs, который должен вернуть название моего Broadcast события. Necrotime. Со стороной PHP мы практически закончили. Единственное, мне нужно иметь возможность транслировать мое событие. Event, New, Event, TestEvent. Итак, со стороной PHP мы закончили. Теперь переходим к стороне Node.js. В данном случае нам необходимо всего лишь создать экземпляр клиента Redis, который будет слушать события от нашего Пларабель-приложения. Итак, var, Redis. Подключаем нашу библиотеку. IORedis. Далее создаем самого клиента библиотеки. New Redis. И теперь нам необходимо подписаться на события от издателей. Для этого воспользуемся дополнительным методом нашего клиента, который звучит как PSubscribe. Redis. PSubscribe. В качестве первого аргумента мы передаем шаблон. Будет звездочка, означающая подписку на все события от издателей. А в качестве второго аргумента мы передаем функцию обратного вызова. Параметрами данной функции будет являться объект error в случае ошибки при выполнении указанной команды к базе данных. А второй аргумент нам будет передаваться количество уже оформленных подписок нашего клиента. Тело данной функции я пока оставлю пустым. Нас больше всего интересует момент всплытия событий от издателя. Для того, чтобы получать события от издателя, мне необходимо воспользоваться также дополнительным методом. Redis. On. P.Message. В качестве второго аргумента мне нужно передать также функцию обратного вызова, которая будет иметь несколько параметров. Первый параметр – это сам шаблон события. Второй параметр – это канал. А третий параметр – это то самое сообщение. Давайте для начала трассируем последние два аргумента нашей функции в консоль. Сохраняем и запускаем наш скрипт. Node.OS Server.Server.js Но для полноценной работы связки мне необходимо запустить и очередь приложения Laravel. Для этого я продублирую вкладку своего SSH клиента. И теперь запускаю саму очередь. Artisan. Quillisten. Отпускаем наше приложение и сразу видим ошибку. Во-первых, давайте ее исправим, а во-вторых, закомментируем. Потому что все данные у нас формирует наш метод broadcastWith. Опять обновляемся. Отлично. Смотрим в консоль. И видим, что наш скрипт Server.js ловит как раз канал сервис и объект события, который состоит из названия нашего события, переопределяемого в методе broadcastAs. И данных, которые у нас формируются, используя переопределяющий метод broadcastWith. Отлично.